Это место уже не узнать, хотя ремонт еще не закончен. Встречу с общественниками и строителями Вячеславу Володину назначили возле каскада. Фонтан обновили. Теперь в нем три светомузыкальных секции. Идем дальше. Пешеходная зона практически готова. На всем протяжении Волжской установили семь световых опор, чтобы работать можно было и ночью. Плитка на тротуарах удобная, говорит Володин. Нескользящее покрытие оценили и представители общественного совета. Под таким контролем даже неприлично, некачественно сделать правильно, не в срок. А у вас есть замечания? Нет, я вам говорю, такой контроль в Москве, понимаете? Слушайте, да нет, тут дело не в Москве, а дело в том, что должно быть в порядке, потому что вот губернатор делает все, чтобы было правильно. И вчера мы приехали с Балаковых в два часа ночи, в два часа ночи, и он поехал контролировать. Вячеслав Володин контролирует проект с начала строительства пешеходной улицы. Причем идеи того, как и чем ее наполнить, предлагали сами жители. Например, учитель Татьяна Тау предложила разместить на новой пешеходной зоне диораму, посвященную истории города, и обновлять ее ежегодно. Взять принцип, который у нас есть уже у Липок. Там очень хорошая идея, от старого к новому. И вот тут на пешеходной зоне можно, в принципе, этот принцип осуществить в дальнейшем. Сделать небольшие диорамы, может быть, по стеклам, вот такого же типа. К примеру, Саратов как выглядел там до 18 века, макет города, то есть старого города, да? Допустим, ближе к улице уже Чернышевская сделать макет, как Саратов изменился там к веку 20-му. Пешеходную зону наполнят арт-объектами и информационными стендами. Возможно, появятся и сцены для проведения концертов. Помимо этого, по проекту, реализуемому партией «Единая Россия», несколько улиц объединятся в большое пешеходное кольцо длиной более чем 8 километров. Будем идти до Провианской, повернув направо, на Провианской у нас пойдет пляж. Этот пляж закончится на второй Садовой, и по второй Садовой будет такой же пешеходный проспект улицы. Будем подниматься вверх. Официально новый Саратовский Арбат откроют 4 ноября, в День народного единства. Кстати, по словам нашего земляка, местные жители уже сравнивают новую аллею с Европейской улицей. Кристина Трушина, Олег Буланов, Новости, Телеобъектив.